В 22-ю школу Иркутска глава региона приехал неожиданно для всех. Вчерашние события в Татарстане и ещё один повод проверить, как в образовательных учреждениях соблюдают правила безопасности. Камеры видеонаблюдения, пропускные пункты, тревожные кнопки. Простые меры могут защитить детей в случае внештатной ситуации. Губернатору докладывают, просто так в школу не войти. У нас разработана вся нормативная база. У нас подключена кнопка «ЖСМ» на вневедомственную охрану и Росгвардию. У нас есть частное охранное агентство, которое нас обслуживает, профи. Каждый день мы встречаем детей в достаточно большом количестве. Дежурит одномоментно по 10-15 человек. Это и администрация, и педагоги, и классные руководители. В ходе рейда инструктаж, действия во время чрезвычайной ситуации и персоналы школьники должны знать наизусть. Во время проверки также присутствуют сотрудники Росгвардии и администрация Иркутска. Мы должны рассматривать фактор технической оснащенности, организационный фактор самой охраны, мы должны рассмотреть действия учителей при возникновении этих опасностей, самих учеников. Ну и самое главное, мы должны рассмотреть в комплексе, как это происходит и с внешним периметром, и с внутренним периметром. Но это уже Росгвардия полностью нам даст весь анализ, изучив, внепланово проверив или рейдовые осмотры проведя в городских школах, в районных школах. Внеплановые проверки по поручению Игоря Кобзева пройдут по Иркутской области до 1 июня. Все главы муниципалитетов должны будут отчитаться о результатах. Сейчас по закону осуществляет контроль та организация, которая выигрывает тендер. Но и её полномочия должны быть достаточными, чтобы защитить детей, когда они вне стен дома. Мадина Халикова, АСТВ.